Всем доброй ночи! Хотелось бы поговорить о страховых компаниях. Ввиду того, что страховые компании всем пишут страховки, при этом не выполняют свои прямые обязательства по страховым случаям. Недавно был инцидент, когда транспортное средство было догнано водителям, застрахованным тоже так же, как и пострадавших. Но при этом страховая компания говорит, что мы полную сумму не выплачиваем, а мы выплачиваем от года транспортного средства. О чем это говорит? О том, что прочитал весь страховой полюс, и там и нигде не оговорено данного пункта, что они дают сумму согласно году транспортного средства. То есть страховая компания хочет свое обязательство скинуть на шею того, кто нарушил законы, кто совершил ДТП, чтобы в будущем пострадавшая сторона судилась с тем, кто ударил их транспортное средство. А зачем тогда страховая компания нужна? Я предлагаю пересмотреть данный закон о страховых компаниях и обязать страховые компании выплачивать полную сумму потерпевшей стороне, пострадавшему транспортному средству, а также водителю, которая будет уже оценена и вынесена, осудиться с водителем, нарушившим закон, потому что вы ему дали право выезжать на дороге общего пользования, при этом застраховав его негодное транспортное средство. При этом еще отдельный вопрос к техосмотрам. Почему прокуратура не берет на контроль и не проверяет все вот эти техосмотры хотя бы раз в 6 месяцев? Неужели прокуроры за рулем не ездят и не видят, что у нас по дорогам общего пользования ездит очень много транспортных средств, которые не то что ездить не имеют права, они уже даже в утиль негодные, гнивые, с дырами, без тормозов, без фар, без габаритов передвигаются по дорогам общего пользования, подвергая тем самым опасности остальных участников дорожного движения? Я думаю, что дороже человеческой жизни ничего в мире нету. И, видя то, какие у нас в Казахстане законы, именно к водителям дорожного движения, а также к пешеходам, удивляясь, что у нас настолько обесценили жизнь человека. Техосмотры пишут, кому не лень. Страховки дают, кому не лень. При этом транспортные средства негодные, даже не приведены в порядок, потому что люди, приезжающие на техосмотр или в страховую компанию, уверены, что они могут доплатить и пройти благополучно техосмотр, и пройти также, и сделать также благополучно страховой полис. Также в страховом полисе очень много прописано, но ничего, как я понял, не выполняется. Я думаю, что нашим депутатам, которые сидят на шее у народа, ножки свесив, донесут мое видеообращение, и они как-то пересмотрят данный закон о страховых компаниях, а также о техосмотрах, примут правильное решение, которое не будет усугублять жизни пострадавших граждан при ДТП. Поэтому делитесь данным видео, чтобы до наших депутатов это дошло, чтобы они уже что-то решали.